Привет все мои дорогие друзья, сегодня с вами снова я, Владимир, и очередная подборка трех самых лучших андроид приложений за минувшую неделю. Первая программа называется безопасный входящий вызов. И многие наверняка сейчас подумали, что это очередной блогератор нежелательных звонков. На самом деле нет. Мы уже привыкли, что мы постоянно блокируем свой смартфон, и чтобы потом его разблокировать, нам нужно вбить пин-код, либо приложить палец, иногда достаточно просто посмотреть на свой смартфон, и он разблокируется. Но при всем при этом, когда нам кто-нибудь звонит, любой входящий вызов, он в принципе ничем не защищен. То есть любой посторонний человек, который держит в руках ваш телефон, он может взять и ответить на телефонный вызов. Но при всем при этом, андроид позволяет нам ограничивать те или иные программы, которые для нас важны. То есть сейчас попытаюсь пройти в смс, введите пароль, то есть приложите палец. То есть у меня вот стоит такая защита на смсках, на блокноте, где я записываю свои мысли и так далее и тому подобное. Но входящие вызовы, они ничем не защищены. А на самом деле, во-первых, можно заблокировать все контакты. То есть кто бы вам звонил, известные ваши контакты, неизвестные посторонние люди, всегда будет запрашиваться пин-код. Можно выбрать контакт, я здесь замажу, потому что здесь моя адресная книга. Если, допустим, вам звонит любовница и вы опасаетесь, что случайно ребенок, ваша супруга, да любой человек, который звонит вам и вы не хотите, чтобы ваши домашние знали, что вы с ним общаетесь, вы не хотите, чтобы случайно они ответили на телефонный вызов. Более того, вы даже не хотите, чтобы они увидели лицо. Выбираете этого человека и ставите здесь размытие фона. То есть дополнительная надстройка во время звонка у вас будет блюриться экран, чтобы нельзя было понять, кто звонит. И когда вы будете отвечать на вызов, чтобы на него ответить, у вас будет вот такое вот окошечко с пин-кодом. То есть эта программа использует наложение. То есть вам кто-то звонит, у вас разблокируется экран, то есть включается экран. И сразу же поверх вашего входящего звонка идет блюр, если вы его выбрали. И накладывается вот это вот окошко с пин-кодом. Соответственно, нужно будет указать пин-код, чтобы можно было сделать жест слайд, чтобы ответить на телефонный вызов. Вот. Плюс можно сделать то же самое для неизвестных контактов. То есть если кто-то звонит вам, и он есть в вашей адресной книге, никаких проблем не будет. А если неизвестный человек, то также для того, чтобы ответить на звонок, придется вбивать пин-код. Многие из вас скажут, зачем это нужно, но, допустим, если выбирать какого-то конкретного контакта, я это понимаю, да. Я уже привел пример с той же самой любовницей. Неизвестные контакты, мне тоже вполне себе понятно, допустим, родители не хотят, чтобы дети случайно отвечали на всякие там банковские звонки и прочее, потому что это сплошь и рядом. И можно все контакты вот дополнительно взять и заблокировать. Прочитайте просто описание, прочитайте в описании под этим приложением комментарии других пользователей. Они реально приводят там примеры из своей жизни, как вот они использовали эту программу. На мой взгляд, это действительно очень здорово, дополнительной безопасности никогда лишней не бывает. Поехали дальше. Раз уж мы начали с блокировок, продолжим эту тему. Как заблокировать всю рекламу в интернете, на вашем смартфоне, в приложениях, на сайтах, при просмотре видеороликов. Я использую программу AdGuard. На самом деле, я являюсь их спонсором, но сегодня мы не будем говорить о программе AdGuard. Я просто скажу, что эта утилита позволяет блокировать рекламу. Здесь есть встроенный фаервол, вы можете распределять трафик, скорость, доступ от тех или иных приложений к сети интернет. Это такая продвинутая утилита, я про нее уже снимал видео. Если что, в описании под этим видеороликом есть ссылочка и скидка для моих подписчиков. Но это платная программа. Что сделать, если вы хотите все те же самые клюшки, но без именно фаервола, но вы хотите блокировать рекламу везде и в приложениях. Есть такая замечательная программа, называется DNS Changer. И у замечательной компании AdGuard есть свой бесплатный продукт, это OpenDNS. Это получается специальный адрес. Таким образом, что весь исходящий трафик и входящий на ваш аппарат будет фильтроваться через их VPN сервер. Соответственно, они будут у себя локально, вот там вот на серверах, специально убирать всю рекламу, которая проходит на ваш аппарат. Причем это работает с мобильным интернетом и Wi-Fi интернетом, потому что у вас просто создается VPN туннель. И, казалось бы, ну в чем профит, да, зачем тогда выпускать платное приложение? Платная программа делает это локально. То есть, фильтр сервиса разворачивается на вашем смартфоне, а тут удаленно. Но зато бесплатно и небольшие задержки в интернете. Но они действительно несущественные. Допустим, вы запускаете ролик на YouTube, и, допустим, если я просто привык, я жму, и у меня сразу воспроизводится ролик, то здесь вы жмете Play и ждете секунду, ну максимум полторы. Но я еще раз говорю, это не критично. Зато у вас нигде нет интернета. Как пользоваться программой DNS Changer? Ссылочка, как всегда, в описании под этим видеороликом. Жмете на плюсик в правом верхнем уголке. Имя набираем AdGuard. Далее. Основной IP-адрес и дополнительный вы копируете из описания под этим видеороликом. Просто вставляете эти адреса. После чего жмете на кнопочку Add, добавить. И у вас в списке вот этих вот DNS серверов появляется DNS сервер AdGuard. Выбираете его. Вот то, что я выбрал Adult and Disturbing Content. Это еще один проект от компании AdGuard. Это фильтр для блокировки токсичности всего негативного в сети интернет. Ну такой типа, знаете, чистый интернет для детей. После чего жмете на кнопочку Connect. Мы видим статус Connected. Обращаем внимание, AdGuard у меня уже отключился. Вот иконочка в правом верхнем уголке. И теперь весь трафик будет проходить через сервера AdGuard для защиты от нехорошего контента. Причем это работает как с мобильным интернетом, так и с Wi-Fi интернетом. То есть не важно. И вот этот вот сервер AdGuard, который блокирует рекламу, вы при желании можете прописать в своем роутере даже. То есть это не только касается Android смартфона. Это можно сделать на iPhone, на планшете, на домашнем роутере, на компьютере. Вы их прописываете, соответственно полностью режете всю рекламу. Но еще раз говорю, минус, что возникает небольшая задержка. И если посмотреть, что писали люди под прошлыми видеороликами, ну в моих комментариях, что в некоторых случаях бывает нагрузка большая, что скорость режется существенно. Но зато бесплатно. На мой взгляд это здорово. Почему именно программа DNS Changer, а не какие-нибудь другие программы? Потому что у этой программы есть такая настройка Device Administration. То есть она работает как администратор, ее нельзя удалить, нельзя завершить этот процесс. Его можно только отключить. Но если вы даже не хотите, чтобы его кто-то мог отключить, то вы можете поставить пин-код. Опять же, если вы фильтруете весь трафик, токсичность в интернете, и вы не хотите, чтобы дети могли его отключить, вы сдаете пин-код, все, эта программа не слетаема, и у вас в принципе дети не смотрят непотребства, которые доступны в сети интернет. Давайте отключим интернет. И последняя на сегодняшний день программа называется Revo Uninstaller. У меня прям чувство дежавю, потому что я про эту программу когда-то снимал видео-обзоры лет 5 тому назад. Вообще, я раньше пользовался Revo Uninstaller на операционной системе Windows. Сейчас появилась мобильная версия, и это на самом деле очень здорово, потому что все плюшки ПК-версии были перенесены на Android. Вообще, что такое Revo? Продукты компании семейства Revo Uninstaller. Когда вы устанавливаете программы на компьютер, либо на ваш телефон, неважно, да, они создают какие-то дополнительные папки, где хранят кэш, какие-нибудь изображения, тайтлы, которые подгружают из сети интернет. Ну, то есть, дополнительные файлы для работы с программой. И вы можете провести эксперимент, если вы на телефоне удалите все приложения, потом пройдете в карту памяти, либо во внутреннее хранилище, у вас все равно будет очень много каких-нибудь папок, пустых, там, полупустых. Некоторые будут весить по 20 мегабайт. Это связано с тем, что вы удалили приложение, а вот остаточные файлы остались. Revo Uninstaller позволяет удалять все почистую, причем также пакетно, то есть пакетно, как на Windows. Допустим, хочу выбрать Mirroring, жму на корзинку. Карусель обоев, ULU хочу, что-то вот Vendor App, я не знаю, что это за программа. Google Pay давайте удалим, мой Теле 2, то есть будет удалено 75 мегабайт. Apple Music, вот KeyPass, и все у нас это собирается внизу. После чего жмем на иконочку метлы, и программы будут удаляться. Но мы этого делать не будем, я покажу на примере только одной программы, Mirroring. Выбираем эту программу, происходит удаление, программа какое-то время думает, после чего выскакивает сообщение от операционной системы Android, удалить ли приложение Mirroring. Мы жмем ОК, программа удаляется, после чего Revo Uninstaller сканет карту памяти на предмет наличия остаточных файлов. И также вам выдаст сообщение, что остаточные файлы были удалены, либо не были найдены, либо были найдены в количестве таком-то, таком-то, и весят они столько-то, столько-то. Давайте их дополнительно также удалим. Я жму отмена, потому что это встроенная программа, мне она нужна. Вот, если у вас очень много программ, но в моем случае это 255 системных и 406, которые я поставил сам, здесь есть разбивка по категориям, то есть программы для связи, программы для покупок, социальные программы. То есть вы все это выбираете, ну они группируются, то есть я имею в виду, я показываю вам одновременно и социальные покупки. Если будет только один кружок выбран, то будут только социальные программы. Это на самом деле очень здорово. Вот экшены, то есть игры по категориям, экшены, RPG, значит квесты и прочее, все это сортируется таким образом. Очень удобно есть поиск, если вы помните точно название программы. Также имеется журнал удаленный и здесь показывается, что же вы все-таки удаляли на своем смартфоне, в моем случае это игрушка клетки. И вот что здорово, так как у меня постоянно очень много программ вертится для обзоров на Дзене, на канале, я очень часто что-то удаляю, получается заново устанавливаю, потом вспоминаю, блин не снял видео, заново еще название программ. Вот теперь у меня есть реван инсталлер и здесь у меня есть информация об игре. То есть обратите внимание в левый верхний уголок, 17 июня была загружена, 17 июня, это правый уголок, была удалена. То есть здесь показывается, когда что было принято, когда что было удалено. И если я хочу ее переустановить, я жму на кнопочку переустановить, после чего у меня открывается магазин. Ну, в нашем случае Google Play, но так как у меня магазин от Xiaomi, дополнительно магазин App and Game for PD, мне предлагается выбрать какую-то одну программу. И если это было что-то палевное, вы хотите полностью от него избавиться, здесь кнопочка есть очистить, и тогда у вас полностью она стирается из журнала. Ну, прям очень здорово. Очень рад я этой программе. Есть дополнительный функционал, это Pro-версия, это делать резервные копии. Но, еще раз хочу сказать, вот смотрите, тут, кстати, показывается убрать рекламу. У меня фильтруется реклама, поэтому ее нету. Мы ее с вами не видим. Обратите внимание, в правый верхний уголок у нас запущен VPN-адрес. И поэтому внизу, вот где синяя полосочка, вот внизу обратите, я тут помечу вам на монтаже, нет никакого рекламного баннера. Блокируется, то есть бесплатно. И вот, что касается, еще раз говорю, резервных копий, для резервных копий я показывал вам несколько других приложений, которые делают резервные копии, и также распространяются совершенно бесплатно. То есть, этот дополнительный Pro-функционал, он в принципе-то всем и не нужен, потому что главная ключевая функция программы Revo Anonstaller, это именно удалять программы почистую. Вот, собственно, и все. С вами был Владимир, подписывайтесь на канал, комментируйте, как вам мой микрофон. Еще раз хочу услышать ваши положительные комментарии, потому что я его не люблю. Я его серьезно не люблю. Петличка была очень удобная, а тут, прямо перед моими глазами, черный-черный большой ***, в который нужно говорить. Я не представляю, как другие блогеры записываются. В любом случае, всем большое спасибо за уделенное время. Оставляйте комментарии, делитесь с друзьями. Пока, увидимся.